Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева, и обсуждаем мы сегодня несколько необычную, на мой взгляд, тему, по крайней мере, тему, которая с правовой точки зрения не очень часто рассматривается. Мне кажется, что такое время у нас уже пришло, и говорим мы о правовом регулировании блогов, ну, естественно, в сети интернет. У меня в гостях Елена Трусова, партнер практики по разрешению споров и интеллектуальной собственности «Гольцблад БЛП». Здравствуйте. Добрый день. Вот смотрите, Елена, на самом деле блоги, а что такое блоги, как их воспринимать, как средство массовой информации, как некое просто явление, которое не должно регулироваться или должно регулироваться в рамках правовой структуры, правовой системы, что это такое? Если мы говорим о текущем правовом регулировании, то законодательного определения блога не существует. Если же мы говорим просто об обычном понимании, что такое блог, то блог – это своего рода электронный частный дневник, который предоставляется для чтения другим людям, где хозяин блога может делиться своими впечатлениями, выкладывать фотографии, получать комментарии, высказываться по любым вопросам, поскольку у нас в стране действует принцип свобода слова. В отношении того, должно ли быть какое-то специальное законодательное регулирование блогов, сказать сложно, потому что надо, наверное, тогда уточнить, о каких именно аспектах деятельности блогов идет речь. Если мы говорим об обычном блоге, которых тысячи, наверное, а может быть, десятки тысяч, то это, как правило, частная страничка, не очень-то и популярная, с несколькими сотнями читателей, где действительно кто-то повседневно рассказывает о своей жизни, что вот сегодня я был там-то, видел то-то, делится с друзьями какими-то мыслями. Я думаю, что здесь нет нужды в особенном регулировании. Однако есть такое явление, как популярные блоги, блоги так называемых тысячников. То есть я имею в виду ситуацию, когда блог становится общественной площадкой, когда каждый день туда заходят тысячи людей, когда их ведут очень популярные люди, журналисты, писатели, политики. И довольно часто происходит естественным образом смена функции блога из какого-то частного дневника, из уютной жежешечки, как любит говорить Артемий Лебедев. Он превращается уже в своего рода информационный ресурс. Я не хочу намеренно употреблять термин средства массовой информации, назовем это информационным ресурсом. Многие блогеры проводят какие-то опросы общественного мнения. Многие блогеры используют свои блоги для организации каких-то акций. Ну, это может быть там массовый поход, например, на шашлыки, но также это может быть и предложение о митинге. С помощью блогов распространяются какие-то идеи, высказываются гражданские позиции. Есть еще такая интересная проблема, как реклама в блогах. Потому что, ну, поскольку для частных дневников не существует ограничений, установленных законодательством о рекламе, то никто не запрещает в своем небольшом дневнике высказать мнение о каком-то спиртном напитке, о лекарстве, о каком-то впечатлении от нового чая. И пока речь опять же идет о каком-то маленьком частном дневнике, это большого влияния на общественное мнение не оказывает и какого-то, наверное, эффекта, который стоит регулировать на законодательном уровне, не создает. Если же, например, мы говорим о блогах тысячников, о блогах каких-то, как я уже сказала, известных журналистов, писателей, бизнесменов, то их высказывание в отношении того или иного товара или той или иной услуги, оно имеет уже такой значительный эффект. Но вот, Елена, перебью вас, ведь, смотрите, значительный эффект может быть как положительным, так и отрицательным. Мы говорим о рекламе, да, реклама – это положительный эффект, стремление привлечься к товару или услуге, но может быть все наоборот. То есть может быть как намеренная антиреклама, могут быть просто какие-то порочащие, начиная от людей, заканчивая деловой репутацией бренда, товара, фирмы, все что угодно. Вот это тоже сейчас никак не регулируется, но кроме как общими положениями Гражданского кодекса? Специального регулирования для блогов нет. К блогерам, если блог не зарегистрирован в качестве средства массовой информации, применяются обычные нормы Гражданского кодекса, что в случае распространения несоответствующей действительности информации, которая имеет порочащий характер, могут быть применены обычные меры ответственности. Какие? Компенсация морального вреда, требования об удалении этой информации. Ну вот, пожалуй, наверное, из действенных мер, которые применяются, то и все. То есть каждый день больше тысячи человек могут прочитать и по поисковой системе обнаружить эту информацию, а человек идет стандартно в суд, судится, и даже если у него этот процесс будет успешным, он при этом потратит на это несколько месяцев, и при этом каждый день несколько тысяч человек могут смотреть эту информацию. Совершенно верно, но проблема репутационных исков, она, в общем-то, общая как для интернет-среды, так и для печатных источников, так и для любых иных источников распространения информации. Дело в том, что очень многие исцы отказываются от обращения в суд с исками о защите чести, достоинства или деловой репутации по той причине, что сам факт ведения судебного процесса становится причиной неослабевающего внимания к той самой порочащей информации, которую хотелось бы как-то прекратить распространять. И вы совершенно верно отметили, что у нас пока пройдет первая инстанция, пока пройдет апелляционная инстанция, пройдет экспертиза, Экспертиза, да, пройдет по меньшей мере несколько месяцев, и все это время порочащая информация будет доступна, и она будет обсуждаться. А опровержение в блоге можно сделать, или это касается только СМИ, опять же? Но специальный порядок внесудебный, когда обязаны средства массовой информации предоставить право на ответ, право на опровержение, пока что существует только для СМИ. И там, соответственно, есть такие требования, что ты можешь, не обращаясь в суд, обратиться к СМИ с таким требованием, потребовать размещения этой информации в том же месте, тем же шрифтом, ну, то есть точно так же, как была размещена информация порочащая. Такого специального внесудебного порядка в отношении блогов нет. Через суд же ты можешь попробовать сформулировать подобные исковые требования. И суд скажет, что это не соответствует 12 статье Гражданского кодекса. Не предусмотрен такой способ защиты прав. К сожалению, с этим приходится сталкиваться. И у меня не было ни одного дела именно по блогам, но даже по СМИ иногда оригинальные бывают решения, мягко говоря. То есть не всегда можно добиться. Суд идет прям жестко, по узкой колее, скажем. И если ты просишь защитить свои права, у нас вроде бы не запрещаются, могут быть иные формы, способы защиты права. При этом суд говорит, ну, таких способов нет. То же самое. Дело в том, что репутационные иски сами по себе это одни из самых оценочных исков, где внутреннее убеждение судьи имеет особенно важное значение. Потому что все важнейшие элементы этого иска не имеют точных формулировок, не имеют точных определений. Потому что что такое порочащая информация, что такое утверждение о факте, а что такое оценочное высказывание. Потому что сейчас, в общем-то, все стали грамотные. Все пишут. По моему мнению, можно обоснованно предположить, из обстоятельств можно достаточно обоснованно сомневаться. То есть каждый раз какая-то острая информация предваряется подобного рода конструкциями языковыми. И получается, что в случае предъявления каких-то исков, можно сказать, а это было оценочное высказывание. Это не было утверждение о факте. А у нас при нашем теперешнем регулировании порочащей информации может быть признано именно утверждение о факте, а не какое-то субъективное высказание. Кстати говоря, немного возвращаясь к тому, что вы сказали, к вопросам о рекламе. Сейчас происходит такое интересное сращивание рекламной проблемы и проблемы порочащей информации. Потому что я знаю ряд случаев, которые привлекли внимание блогосферы, когда какой-либо блогер, недовольный услугами какой-нибудь авиакомпании или почтовой службы, открыто объявлял им войну. И сообщал, что я сейчас буду публиковать всю порочную информацию, которую найду о вас до тех пор, пока вы не улучшите качество, не решите мою проблему или не решите вообще общую проблему. И надо сказать, в ряде случаев это было эффективно, на всяком случае, если верить блогерам. Но, с другой стороны, в ряде случаев это повлекло и судебные споры. Вот, в частности, авиакомпания спорила с известным блогером как раз вот в рамках репутационного иска. Ну, и я думаю, что далее при развитии блогосферы, при появлении новых популярных блогеров-тысячников вот такая группа репутационных исков, возникшая из антирекламы в блоге, она будет увеличиваться. На самом деле здесь мы еще чуть-чуть поговорили, хотя первая часть у нас сейчас подходит к концу, но тем не менее у меня возникает стойкое ощущение, что все-таки блоги либо особо популярные, скажем так, блоги, пусть это будут не семейные, маленькие, все же должны как-то регулироваться, потому что они уже выходят на некий социальный уровень. Мы сейчас выслушаем новости, две минуты, и возвращаемся в прямой эфир, продолжаем обсуждать эту тему. Итак, мы продолжаем обсуждать сегодня тему правовое регулирование блогов. У меня в студии, напомню, Елена Трусова, партнер практики по разрешению споров и интеллектуальной собственности Goldsblatt BLP. Итак, Елена, вот мы обсуждали такие темы, что популярные блоги, несмотря на то, что они законодательные у нас на данный момент никак не регулируются, не являются средствами массовой информации, но тем не менее уже приобретают некую значимость просто в силу того, что каждый день их читают, вот вы назвали их тысячниками, соответственно, тысячи людей. И ваше мнение, мне интересно ваше мнение, именно как раз мы затронули тему еще о рекламе, вскрытой или открытой рекламе, об антирекламе опять же. И у меня такое впечатление, что все-таки какое-то регулирование правовое, оно требуется. Как вы считаете, есть ли какие-то подвижки в этом направлении? Это довольно сложный вопрос, потому что, честно говоря, мне кажется, что в настоящее время пытаться приравнять блоги к СМИ и автоматически распространить законодательство о средствах массовой информации на блоге было бы неправильно. Даже по той простой причине, что очень трудно определить критерии, при наличии которых какой-то определенный блок должен быть отнесен или приравнен к средствам массовой информации. Даже если это блок популярный, даже если у него тысячи, даже если у него тысячи читателей, но если функционально он не превращен хозяином блога в какую-то информационную площадку, где постоянно публикуются какие-то общественно значимые посты, то нет никаких причин приравнивать его к средствам массовой информации, потому что, например, есть блогеры, ставшие тысячниками просто в силу того, что они пишут забавно и остроумно, просто в силу того, что они живут какой-то интересной жизнью, например, какой-то питомник содержит для лечения морских котиков, или есть блогеры, которые прекрасно фотографируют, выкладывают фотографии частного характера или фотографии природы, но это будет довольно странно приравнять их к средствам массовой информации. А почему бы нет? Они ничего не нарушают, собственно, если они не берут чужие фотографии. Дело в том, что законодательство о средствах массовой информации, оно предполагает совершенно иной объем ответственности, чем ответственность частного лица, который ведет блог. И, на мой взгляд, нет правовых причин вот так вот взять и огульно всех приравнять. С другой стороны... Елена, секунду, тоже превью, объясню, почему. Вот у нас, предположим, есть некий условный блок, который совершенно не касается ни рекламных моментов, вот этих острых моментов, о которых мы говорили. Никакую общественную значимость не хочет придавать своему дневнику именно. Но, тем не менее, это сегодня. На сегодняшний день, допустим, это так. У него есть тысячи читателей, он делает что-то интересное, либо у него интересный язык, либо он показывает какие-то интересные вещи, свои фотографии, все что угодно, рассказывает о своей жизни. Но завтра он может захотеть сделать, ему может прийти в голову эту мысль, которую он тут же реализует. Интернет, все очень быстро. Он тут же опубликует некую, я не знаю, статью, записку в своем блоге, которую те же самые тысячи прочитают. И вот этот момент перехода, он зависит исключительно от него желания, от желания блогера, потому что у него уже есть наработанная какая-то аудитория, которой он интересен. И в данной ситуации, если блогер не публикует ничего общественного значимого, он просто интересен совершенно другими вещами, то вряд ли он будет рекламу распространять, вряд ли он будет порочить честь и достоинство, к примеру. Ну вот эти все моменты, и какая бы ни была ответственность, это к нему не будет применимо. Ну да, вы совершенно правы, что в любой момент любой актер может стать бунтовщиком, но, собственно говоря, сейчас отсутствует в законодательстве даже определение электронного дневника. К сожалению, нет какого-то уже имеющегося правового института, который можно было бы распространить на блоге. Я, пожалуй, соглашусь с вами, что законодательное регулирование блогов как явление нужно, но придется его начинать вот с самого начала, с нуля, учитывая все особенности интернета и бережно сохраняя вот ту свободу, которую мы так ценим в интернете, бережно сохраняя ту возможность для свободного, яркого обмена информацией, потому что при неосмотрительном жестком регулировании можно получить такой эффект, который, наверное, не хотелось бы получить. Дело в том, что благосфера и интернет, и твиттер, и какие-то социальные сети, они сейчас стали источником нового гражданского правосознания, если выразиться высокопарно. Во многом они объединяют людей, которые пытаются образовать то самое гражданское общество, о котором так много говорили. Они являются площадками для обсуждения острых политических и общественных вопросов. А ведь это необходимо для того, чтобы в обществе была свобода слова, для того, чтобы в обществе была живая политическая и общественная жизнь. И очень не хотелось бы, когда неосмотрительное, контролирующее, запретительное регулирование убило бы вот эту живость общения. В то же время, действительно, вот то, о чем я говорила в начале, есть проблемы бесконтрольной рекламы лекарств, бесконтрольной рекламы алкоголя или бесконтрольной рекламы каких-то иных опасных товаров или услуг. да, наверное, нужно вводить какое-то законодательное регулирование, но не распространять автоматически нормы ОСМИ на блоге. Вот у меня еще такой вопрос, Елена. Вот смотрите, мы сейчас с вами ведем программу и участвуем в программе «Формулы права». Это программа 16+. Соответственно, перекладываем на блоге. Закон о защите детей от негативной информации. Обязан ли блогер, хотя это интернет-ресурс, интернет-информационная страничка, обязан ли каким-либо образом помечать свой блог вот с точки зрения защиты детей и с точки зрения этого закона? Ну, скажем так, какого-то специального такого, специальной нормы, которая обязывает блогера делать пометки в каждом посте, что там не для детей. Ну или один на весь блог. Ну или один на весь блог. Нет, но многими внутренними правилами сайтов, на которых можно вести блог, предусмотрено ограничение на размещение информации, в том числе и связанное с тем, что информация не должна быть опасной для несовершеннолетних, либо, соответственно, требует вывешивать специальные предупреждения. То есть сейчас это происходит на уровне не законодательного регулирования, а на уровне каких-то обычей делового оборота, внутренних правил сайта. И, кстати, вот интересная, возвращаясь к тому, что мы обсуждали, вот интересная норма, например, есть в законодательстве о СМИ, что в средствах массовой информации не допускается распространение высказываний, содержащих нецензурную брань. Если же посмотреть на некоторые блоги, и я имею в виду, конечно, лучшую ситуацию, что блоги, которые ведут там знаменитые писатели, они часто содержат нецензурную брань, причем, скажем так, нецензурная брань выполняет художественную функцию. Эмоционально-художественную функцию, потому что является неотъемлемой частью их художественных произведений. Я вот думаю, что если теоретически приравнять блоги таких писателей к СМИ, то, выходит, мы просто лишимся творчества этих писателей, потому что, конечно, не должны туда заходить несовершеннолетние, но в то же время получается, что публиковать такие книги и продавать их в книжных магазинах будет можно, а размещать те же самые рассказы или повести в блогах будет нельзя. Поэтому вот это очень сложный и опасный вопрос, связанный с регулированием благосферы и интернет-сферы. Регулирование нужно, но надо определиться с определениями для начала, что такое блок, что такое популярный блок, при наличии каких критериев применяется специальная ответственность, а уже потом переходить к какой-то системе запретов, ограничений и к специальным мерам ответственности. Потому что ни в части 4 Гражданского кодекса, ни в законе о СМИ сейчас, к сожалению, нет универсальных норм, которые можно было бы автоматически применить в благосфере. А вот идет какое-то движение в этом направлении? Ну, судя по тем обсуждениям, которые сейчас ведутся, да, движение идет. Например, в Казахстане решили проблему в весьма жестком ключе. Выпределили блоги? Нет, нет, таки приравняли блоги к средствам массовой информации. У нас в России можно зарегистрировать свой блог в качестве средств массовой информации добровольно. И вот, например, блогер Атян Гесерова, насколько мне известно, это сделал, скорее так, в порядке эксперимента. Но в то же время пока что каких-то законопроектов, более-менее оформленных, законодательных инициатив нет. Ну, вы знаете, что недавно вызвало большое общественное внимание публикации в «Ведомостях», где как раз обсуждалось, что якобы обсуждается законодательная инициатива, связанная с автоматическим приравниванием блогов к средствам массовой информации. Но потом, впоследствии, все-таки оказалось, что какой-то конкретной инициативы, которая может воплотиться в ближайшее время законопроекта, ее нет. То есть, скорее, сейчас есть понимание в обществе, что какое-то регулирование нужно, что что-то нужно делать, что-то нужно предпринимать. Но каких-то идей, которые можно было бы сейчас в деталях обсуждать, на мой взгляд, пока нет. Ну, смотрите, что у нас получается. Я в процессе нашей беседы, потому что мне самой очень интересно, но тем не менее делаю себе некоторые пометки. У меня получается следующее, что у нас, с одной стороны, существует свобода самовыражения и особая свобода, которая у нас существует в интернет. Которую хочется сохранить, как вы сказали. С другой стороны, существуют и те люди, которые могут оказаться как читателями этих блогов, так и невольными участниками. Читатели, ну, понятно, те, кто читают и могут прочитать рекламу. Реклама у нас бывает не только открытая. Я рекламирую вот в качестве рекламодателя. Такая-то компания выступает или такой-то бренд. А это может быть какая-то скрытая реклама, когда человек просто делится какими-то впечатлениями, зная, что у него огромное количество писателей. Либо вторая ситуация, когда какие-то, как мы затрагивали этот момент, порочащие сведения. И на данный момент, вот на сегодняшний день у нас практически нет никакого специального регулирования. У нас есть только гражданский кодекс, который, по сути, в данной ситуации, скорее всего, вот субъективно сейчас уже говорю свое мнение, но, скорее всего, не защитит человека, потому что мизерное количество людей, будучи опороченным даже в блоге, в принципе, пойдут судиться. Да? Далеко не все. Ну и даже если это кто-то сделает, не обсуждая конец процесса и его результат, это занимает достаточно большое количество времени, влечет нередко расходы. И, в общем, на сегодняшний день человека опорочили, а когда он сможет, не сможет защитить себя, права на ответ у него нет, права на опровержение у него нет, но, по крайней мере, в качестве досудебной процедуры сразу. Да, вы совершенно правы, это проблема, потому что, вот представьте, что где-то в блоге появляется порочащая информация, ну, явно оскорбительного характера, а блогер популярен. И уже прочитали. И уже прочитали. И, допустим, даже истец написал письмо администрации сайта, написал письмо лично блогеру, начался какой-то суд, и даже блогер может сделать, например, такой жест, сказать, ну, хорошо, я удаляю, но, поскольку это особая интернет-среда, то в блогах его читателей остаются копии этой информации. То с информацией уже фактически не удалится. А если блогер, скажем так, сделает какой-то такой достаточно прозрачный намек, ребята, поддержите меня, то этой информацией будут заполнены все комментарии, все блоги и вычитатели. А в блоге уже не будет. Елена, перебью вас, потому что мы обязательно должны выслушать новости, две минуты, и возвращаемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать сегодня тему правовое регулирование блогов. У меня в гостях Елена Трусова, партнер практики по разрешению споров и интеллектуальной собственности Гольцблот БЛП. Елена, мы обсуждали как раз вопрос о том, каким образом можно защитить свои права, если опорочили человека или деловую репутацию, или бренд, все что угодно, но негативная, ложная информация размещена в таком популярном блоге. Вот по этому поводу у меня есть идея, мне она кажется вполне здравой. Дело в том, что вот сейчас не существует эффективного механизма, который позволяет быстро удалить информацию, размещенную на том или ином сайте, в блоге, в социальной сети. Что те процессуальные нормы, которые у нас есть сейчас, и те материально-правовые нормы, они предполагают, что ты подашь иск, суд рассмотрит этот иск, вынесет решение. Ты, конечно, можешь попытаться попросить обеспечительные меры. Насколько это вероятно? Ну, это не очень вероятно. То есть, скажем так, в моей практике, а я все-таки представляла интересы многих истцов и ответчиков по репутационным искам, обеспечительные меры в этих делах принимаются крайне редко. И мне кажется, что было бы хорошо ввести какую-то специальную норму, которая обязывала бы администрацию социальной сети или сайта в случае возникновения репутационных споров с использованием каких-то IT-способов, с использованием способов, позволяющих отслеживать размещение информации, избежать создания новых копий порочащей информации и... Запретить цитирование, но все равно скопировать-то, конечно... Не запретить, просто, понимаете, здесь, конечно, вопрос на стыке права и IT-технологии, скажем так, чтобы у истцов была возможность подать в суд ходатайство, естественно, при условии привлечения в качестве третьего лица администрации сайта, чтобы у них была возможность что-то сказать, ходатайство о возложении обязанности на администрацию сайта, администрацию социальной сети, то есть на того, кто способен это сделать с технической точки зрения, возложить обязанность на время спора, до разрешения этого спора, обеспечить невозможность создания копии этой порочи информации и ее удаление из того источника, в котором она была размещена. Я знаю, что это технически, насколько я понимаю, довольно сложно, потому что, например, если там десятки тысяч аккаунтов, то придется их как-то проверять. Единственное, что могло бы стать решением проблемы, это если существует некое программное обеспечение, позволяющее... Ну, как для диссертации, например. Ну, да, как для диссертации, позволяющее отследить вот эти вот куски этого порочащего текста и позволить их блокировать в каком-то автоматическом режиме. Однако я вот предлагаю это, я отлично понимаю, что если бы сейчас появилась такая поправка, она бы вызвала массу дискуссий, потому что сразу это было бы воспринято как введение цензуры в интернете, посягаясь на гражданские свободы. Потому что многое зависит от формулировок, потому что любая идея может быть реализована разумно и здраво, с какими-то ограничениями, с необходимыми оговорками, либо она может быть реализована в таком Николаевском ключе, когда все там тащить и не пущать. Поэтому, скажем так, с подобного рода идеями требуется работа на уровне очень высокого уровня законодательной техники. Но что-то делать надо, потому что, вы правы, у человека сейчас нет возможности защититься в случае, если его честь и достоинство опорочено в интернете, на каком-то сайте. Здесь еще сложность в чем. По моему мнению, даже в судах очень часто, для того, чтобы понять, насколько обоснованный подан иск, производится соответствующая экспертиза. То есть даже суд, рассматривая дело, назначает такую экспертизу. А если мы говорим о досудебной, первое, что мне приходит в голову, это 1 августа вступил антипиратский так называемый закон, и в общем некие процедуры, придуманные для видеоматериалов, на которые нарушаются авторские права. Если сделать некую аналогию, но применить ее не с точки зрения видеоматериалов, а с точки зрения, допустим, нарушения личных каких-то прав либо деловой репутации. Но в данной ситуации проблема заключается в чем? Проблема заключается в том, что даже судам требуется экспертное мнение, мнение человека, имеющего глубокие познания во многих ситуациях. Что говорить уже, соответственно, например, о сайте, на котором расположен этот блок, на котором, в свою очередь, расположена какая-то информация. Один говорит, она меня порочит, и это утверждение, другой говорит, это вообще мое мнение, и в принципе она не порочит, либо она порочит, но это правда и ваша проблема. То есть вот разобраться здесь без суда практически невозможно, или как вы считаете, какой это механизм все-таки? Может быть, внесудебный? Давайте я про внесудебный механим скажу чуть позже. Вот я просто хотела бы отметить очень интересное изменение правового подхода, которое произошло вот в рамках этого нового антипиратского закона, и которое по аналогии может быть когда-либо использовано при правовом регулировании блоков. Дело в том, что довольно долго существовал такой подход при формулировании каких-то досудебных запретов, например, при рассмотрении ходатайства в обеспечительных мерах. Когда кто-либо просил, например, а давайте заблокируем доступ к какой-то информации, а давайте, например, заблокируем доступ к фильму или к музыке, или к той же самой порочащей информации в рамках обеспечительных мер, то есть когда еще решения нет, то суды отказывали. Они говорили, что дело в том, что то, что вы просите, собственно, совпадает с вашими исковыми требованиями. По сути дела, нужно выпустить какой-то запрет еще до того, как дело разрешено по существу. И с точки зрения всех традиций процессуального права и материального права, такой запрет был разумным и обоснованным. В чем же связано изменение такого подхода в рамках антипиратского закона, например? Мне кажется, что оно связано как раз с тем, о чем мы говорили до этого, что интернет-среда, она особая информационная среда, позволяющая распространять информацию очень быстро, позволяющая создавать множество копий. И здесь уже вот этот консервативный подход, когда давайте сначала дождемся экспертного мнения, а давайте сначала разрешим дело в первой инстанции, а может даже и в апелляции сначала его разрешим, а потом уже будет возможность что-то предпринять, она уже приводит к некому дисбалансу интересов. Когда для того, чтобы добиться реального эффекта, для того, чтобы добиться защиты права, чтобы прекратили поручить твою честь, прекратили нарушать авторские права, нужно ждать несколько месяцев. Пока не нарушается все это время. А все это время это будет происходить. И, как правило, уже к истечению этого срока, когда наконец-то какое-то решение получит, это уже неактуально, это уже как новогодняя елка в апреле. Вот поэтому здесь, наверное, возможен отход от этих традиционных процессуальных принципов. Что касается досудебной какой-то процедуры, я думаю, что да, она возможна. Эта досудебная процедура возможно была бы с участием администрации сайтов, на которых размещаются блоги. Возможно, стоило бы прописать на уровне закона возможность для истца, который считает, что его честь задронута или его права нарушены, сначала прийти к администрации, подать какое-то письменное заявление. Но, в общем-то, здесь можно было бы воспользоваться международным опытом в отношении вот таких процедур ведения диалогов. Расскажите, Велен. Ну, если мы говорим, например, о защите авторских прав, то есть такая процедура ДМС, которая достаточно считается разумной, которой многие придерживаются в отношении каких-то процедур, связанных с защитой чести, достоинства, деловой репутации, здесь, наверное, я на что-то подобное сослаться не смогу. Единственное, что я могу отметить, что даже во многих каких-то публичных высказанных интернет-компаний, которые имели место в течение последних четырех-пяти лет, часто высказывались такие идеи, что мы готовы вести диалог, мы готовы реагировать на какие-то жалобы и претензии, что мы против огульных запретов, но мы за разумную политику, которая будет охранять и интересы наших пользователей, и интересы третьих лиц. Но, к сожалению, высказываний есть, а реальной возможности защитить свои интересы нет. Потому что все-таки во многом администрация сайтов, она придерживается скорее политики, что для того, чтобы сохранить свою пользовательскую аудиторию, надо, соответственно, до конца блести ее интересы. Ну, кроме всего прочего, если какой-то горячий материал, совершенно неважно уже, этот материал порочит кого-то или не порочит, и что там будет в будущем, сегодня его читают, сегодня увеличивается аудитория, и, в общем, в целом такого рода даже на каком-то негативе увеличение аудитории, это всегда идет в интересах владельцев и администрации ресурсов. Конечно, чем больше аудитория, тем больше ценность ресурса. Скажите, пожалуйста, Елена, все-таки еще один вопрос, который я хотел бы не то что задать, потому что мы его уже казались, это вопрос рекламы, но все-таки обсудить. Вопрос заключается в следующем. Наш закон о рекламе, он существует, причем он имеет массу ограничений для специальных видов товара, вы уже говорили об этом, это могут быть лекарственные средства, это может быть алкоголь, это могут быть игры, там основанные на риске и паре, лотереи, что-то еще. Ну, есть ряд специфических требований к рекламам отдельных видов товаров или услуг. Когда мы говорим о блоге, вообще мы можем что-то из этой области говорить, или это просто пока что область, которая не урегулирована никак? Мне это интересует с двух позиций, со стороны читателей блогов и со стороны авторов блогов. Ну, то есть вы имеете в виду, что может ли блогер признан быть рекламораспространителем в смысле закона, и к нему могут ли к нему быть применены вот те же самые ограничения, запреты и ответственность. Если судить по имеющейся сейчас правоприменительной практике, то нет. Вот, но потому что очень... А были прецеденты? Нет, на мой взгляд, ну, насколько мне известно, каких-то попыток, там, например, привлечь к ответственности блогера за недобросовестную, неэтичную, ложную рекламу не было. Вот, потому что достаточно трудно провести границу между частным высказанием, а вот я сегодня заказала доставку из известного магазина, прекрасно ребята сработали, вот, и какой-то уже целенаправленной рекламой, которая размещается за деньги, по заказу, ну, потому что если ты частное лицо, то твоя отчетность, она непрозрачна, твои финансовые взаимоотношения непрозрачны, сам факт того, что кто-то заказал тебе размещение рекламы, не доказуем. Не доказуем. Ну, то есть, по сути дела, получается, что опять явление есть, правоприменительной какой-то практики убедительной нет. И в то же время, опять же, огольно признать блоги рекламораспространителями оснований также нет. Потому что кто его знает, может, действительно такой классный магазин, и правда, ребята классно сработали, человек просто поделился своим мнением, не намереваясь рекламировать что-то по заказу. Но, на самом деле, действительно, я согласна с вами, что здесь тонкая грань. Одно дело, когда члены семьи, которые посещают твой личный блог или твои друзья и просто смотрят, где вы были, на фотографии людей, которых, к сожалению, нет возможности видеть каждый день. Условно, да, и с ними можно поделиться, мы это можем и на кухне сделать, тоже условно, на кухне сказать, а вот мне понравился такой-то магазин, такой-то товар, такое-то лекарство. Мы это делаем всегда в жизни, общаемся и что-то обсуждаем, кому что понравилось. Это не реклама. Но, с другой стороны, когда у такого рода высказываний, как вы говорите, тысячи пользователей, тысячи читателей в данной ситуации, то это налагает определенную ответственность на автора, на мой взгляд. То есть, если у автора блога он настолько интересен людям неважно, чем каждый что-то свое, видимо, находит и имеет какую-то особенность, позволяющую ему быть интересным, но если он уже это сделал, то у него должна быть какая-то все-таки повышенная, сейчас не говорю, может быть, про законодательную, но социальная ответственность, да, получается. Правильно я понимаю, что в любом случае это ничем не регулируется? Есть она? Хорошо, нету? Тоже хорошо. Нет, сейчас нет никаких специальных норм, относящихся к деятельности блогеров, в области рекламы. Мы уже об этом говорили. И более того, вот, кстати, в отношении социальной ответственности есть же две группы блогеров. Есть такая группа популярных блогеров, которая говорит, да, мой блог популярен, я честно вам говорю, что я решил использовать это в коммерческих целях. Я те посты, которые я публикую как рекламные, буду как-то помечать на правах рекламы, коммерческое сотрудничество, еще как-то иначе. А есть группа блогеров, которые все еще продолжают опубликовать посты под видом, что это личные впечатления, хотя посты, по сути дела, являются заказными. И было несколько каких-то скандалов, я имею в виду интернет-скандалы, связанные с обнажением намерений вот этих блогеров, когда даже публиковалась какая-то закрытая частная переписка между заказчиком рекламы и самим блогером. Озвучивались расценки, за которые тот или иной блогер готов что-то опубликовать, но, насколько мне известно, никаких правовых последствий это не повлекло. То есть здесь мы опять возвращаемся... Только репутации. Ну, возвращаемся к нашему общему тезису, что регулирование нужно, но в настоящее время нет комплекса норм, которые можно автоматически распространить на блогеров. То есть получается, что нужно еще и в этой области придумать какие-то специальные правовые институты, так, чтобы они по-разному применялись к блогам популярным и к блогам, так скажем, обычным средствам. Елена, буквально две минуты новости, возвращаемся в эфир. Итак, мы обсуждаем сегодня тему правовое регулирование блогов. У меня в гостях Елена Трусова, партнер практики по разрешению споров и интеллектуальной собственности Goldsbolt BLT. Еще раз переговорю. У меня в гостях Елена Трусова, партнер практики по разрешению споров и интеллектуальной собственности компании Goldsbolt BLP. Выговорила. Тем не менее, Елена, мы обсуждали с вами как раз вопрос о том, что, ну, это само начало такой красной нитью идет по всей нашей программе, что некое регулирование нужно, но оно настолько должно быть тонким, с одной стороны, не убить свободу интернета и свободу общения, чем интернет, в принципе, притягателен и замечателен, а с другой стороны, все-таки защитить права людей или компаний, которые здесь каким-то образом могут быть замешаны, начиная от авторских прав. Кстати, вы сегодня говорили про то, что есть блоги, которые совершенно не преследуют никаких социальных целей, просто человек что-то умеет делать хорошо или он живет интересной жизнью, у него что-то интересное, например, фотографии, да, и человек выкладывает свои фотографии. Но точно так же можно свою фотографию, не автора блога, увидеть в каком-то из чужих блогов, да, и у нас здесь начнется спор уже непосредственно об авторстве той же самой какой-то некой размещенной в блоге фотографии и так далее. То есть здесь должна быть некая тонкая очень грань между защитой прав и регулированием, в том числе и ответственностью, и наоборот, защитой прав, наверное, блогеров самих именно в плане свободы выражения, их самовыражения путем написания дневника. Вот как вы считаете, каким образом все-таки это можно реализовать? Или пока никак? Вы совершенно верно выразили мою мысль, что здесь главная проблема это баланс между тем, чтобы сохранить свободу в интернете и тем, чтобы защитить права людей, которые те блоги читают, воспринимают за чистую монету рекламные сообщения и права людей, например, чья чистили достоинства затронутые. И мы с вами действительно совершенно не поговорили о защите интересов самих блогеров. Потому что ведь, в общем-то, если блогер стал популярным, если выбрать вот этот запретительный подход, стал популярным, виноват. Все, автоматически к тебе применяются строгие меры ответственности. Вернусь к пиратскому, к антипиратскому закону, и, собственно говоря, там же тоже, даже в том законе есть ряд моментов правовых, которые позволяют злоупотреблять. Как это будет применяться, посмотрим, потому что еще не очень много времени прошло, но, тем не менее, такое существует. То же самое здесь. Блогер, известный, популярный блогер написал свое мнение о ком-то, и, в общем, мнение у нас не карается, это не факты, не ложные, не порочащие и так далее. Но, тем не менее, другой человек может это использовать для того, чтобы, например, заблокировать его ресурс, если выбрать запретительные меры. Условно. Да, верно. И поэтому мне кажется, что, как я говорила, что при выработке вот этого нового правового института, то есть совокупности правовых норм, которые будут применяться к блогам, нужно выслушивать обе стороны. Кто это должен делать? Суд, администрация портала, где ведется блог? Есть достаточно традиционный законодательный процесс, когда сначала какие-то законопроекты формируются представителями каждой из сторон, чьи интересы затронуты. Я ваше мнение хотела услышать, Елена. Вы имеете в виду, просто тогда сформулируйте вопрос четче, о чем вам нужно. Мне интересно ваше представление. Дело в том, что вы интересны и со знанием рассказывать действительно о блогах и о том, как они с правовой точки зрения урегулированы или чаще всего, как мы сегодня выяснили, неурегулированы. Мне интересно ваше мнение. Можно ли на сегодняшний момент урегулировать вот этот баланс, оставив его правильный, но тем не менее защитить и права самих блогеров, и права тех, кто их читает и, допустим, в них упоминается. Вот вы как представляете? Я сейчас не говорю о том, что сейчас нет такой, ну, например, законодательной инициатив в виде закона проекта, который уже рассматривался, бы принимался в каком-либо чтении Думы и так далее. Не в процессе, как принимается закон, а как бы вы себе его представляли? Я считаю, что да. Я считаю, что можно это урегулировать, потому что уже сейчас, в общем-то, понятен тот набор ситуаций, которые требуют регулирования. Я считаю, что это должна быть вдумчивая и тщательная работа с привлечением не только юристов, но с привлечением... Блогеров. С привлечением блогеров, с привлечением IT-специалистов, которые позволят грамотно сформулировать вот эти технические термины. То есть первое, что нужно сделать, это, собственно, определиться с тем, о чем, собственно, мы говорим. Что такое блогер, что такое блог, чем отличается блог средний от блога популярного. Далее, после того, как будут выделены вот эти основные понятийные элементы на уровне определений, можно, наверное, выделить, как я уже сказала, несколько базовых ситуаций, которые требуют урегулирования. То есть это реклама, это распространение порочащей информации, это возможно использование своей площадки для регулярной публикации сообщений информационного, новостного, какого-то политического характера, это использование блогов, например, для предвыборной агитации. То есть, и здесь нужно будет либо разработать специальные нормы, либо точечно распространить какие-то нормы, которые уже есть в действующем законодательстве, но вот это именно должно быть точечное распространение с оговорками, с учетом особенностей вот этой информационной среды. Ну и, естественно, мне кажется, что было бы правильным все-таки выработать какие-то специальные меры ответственности для блогеров. Возможно, даже они были бы не такие жесткие, которые есть в действующем законодательстве, но чтобы от них можно было получить быстрый эффект. То есть, нужно решить эту проблему, потому что в чем вот главная особенность интернета? Анонимность и быстрота. Информация распространяется быстро, кто виноват, непонятно. Вот. И поэтому возникает проблема, кого привлекать ответственность, их какой. И более того, уже неинтересны финансовые санкции, неинтересно какое-то возмещение вреда, интересно быстрое прекращение нарушения прав. И вот для достижения этих целей, в настоящее время специальных мер ответственности, специальных способов нет. Вот эти способы и меры ответственности надо изобрести вместе с интернет-индустрией, потому что они как раз могут объяснить, что для них с технической точки зрения приемлемо, что можно сделать быстро и что является разумным. Потому что сейчас пытаться как-то перекрай действующий закон и кусками его автоматически применить к благосфере, мне кажется, неправильно. Мы сейчас вот снова и снова поднимаем эту тему. На мой взгляд, она достаточно важная. Касается она, допустим, защиты, чести, достоинства или иного, неважно в какой форме, нарушения прав определенной записью в блоге. И здесь ведь, опять же, мы возвращаемся к вопросу баланса. Человек считает, что эта запись должна быть удалена, потому что она его порочит и она является ложью. А вот автор заявляет, что она не должна быть удалена, потому что она либо, а, не является порочищей, это спорный вопрос может быть в некоторых ситуациях, либо б, допустим, она порочища, но она является правдой. У нас грядут изменения в гражданский кодекс, там, кстати, будет не касательно блогов, а в принципе в жизни и средств массовой информации будет возможность в некоторых ситуациях требовать прекращения нарушения прав в случае размещения порочищей информации, если эта информация не является ложной. Как раз у нас программа была на эту тему по изменениям в гражданском кодексе и очень интересный такой пример жизненный привели, да, вот у мужчины есть или у женщины, в общем, но это маловероятно, скорее всего, это будет мужчина, если и брачный ребенок. И, собственно, человек вовсе не обязательно хочет, чтобы об этом написали на первой полосе какой-нибудь газеты, правильно? Хотя это может быть вполне честная информация и это может быть правдой, оно, ну, по его мнению, допустим, его порочит, хотя это правда, да, вот в кругу его семьи, там, друзей, все что угодно может быть. Это уже глубина его личной жизни, да, но то же самое, если переносить на блоги, то получается, что здесь мне кажется, что иногда невозможно быстро решить эту проблему. И нужно просто либо встать на стороне у одного, либо встать на стороне у другого. То есть, либо встать на стороне у блогера и сказать, что, ну, другому человеку, да, который считает, что его права нарушены, ну, тогда ты занимайся другой деятельностью, иди, другую работу делай, не будь общественно интересен, и о тебе не будут писать, к примеру, ну, в каком-то смысле, ты будешь просто неинтересен для того же самого блогера. Либо, наоборот, встать на сторону человека, удалить или приостановить размещение этой информации в интернет для общего доступа, скажем так, и только уже после разбирательства выяснять, можно ли этот пост обратно положить или нет, но это время сколько. Вы затронули сейчас сразу несколько вопросов, я постараюсь сразу коротко покажем. У нас только чуть-чуть, как всегда, чуть-чуть времени. Да, я понимаю, по каждому из них что-то сказать. Если речь идет о распространении информации, которая соответствует действительности, но является порочей, то, это деформация, то у нас сейчас специальной ответственности за распространение такой информации нет, у нас есть только общий принцип запрета вмешательства в частную жизнь. То есть у нас вот в гражданском кодексе упомянуто, что охраняемое ненатериальное благо это частная жизнь и можно попытаться предъявить иск, основываясь на том, что было вмешательство в частную жизнь, потребовать возмещения морального вреда, удаления информации. В моей практике ни одного такого дела успешного не было. Возможно, кто-то и выиграл. Вот. Теперь в отношении того, все-таки на чью сторону встать, кого защищать, человека или блогера. Ну, я имею в виду подавшего человека. Прозвучало. Блогер, конечно, тоже человек. Вот. Это как раз возвращаясь к тому, что я говорила об обеспечительных мерах. Что раньше нельзя было заявлять, просить какой-то досудебный запрет, совпадающий с предметом иск. Это было разумно. Вот, скажем, возьмем те же самые газеты. Вот если опубликована порочащая статья в газете. Ну, газета, она все-таки один раз опубликовала. Никто не станет сразу перепечатывать ту же самую статью в десятках других газет. Никто не выпустит печатные комментарии. То есть вот в чем отличие. Дело в том, что интернет, он резко изменил вот этот вот баланс. Потому что... Елена, у нас полторы минутки. Я почему-то тороплю. Ваше мнение интересно. Нет, вот я как раз хочу его высказать. То есть и получается, что вот при тех условиях, которые есть в интернете, когда порочащая информация множится, множится и множится, то, пожалуй, можно все-таки пойти на вот этот досудебный запрет и ограничить доступ к этой информации, которая пока что еще неизвестна, порочащая она или нет, но этот вопрос уже находится в суде, уже оценивается, то есть есть уже какое-то сомнение. Хотя бы вот в пределах каких-то процессуальных сроков до разрешения дела в первой инстанции, либо если речь идет о досудебной процедуре, до оценки администрации сайта аргументов каждой из сторон. Потому что иначе, если не предпринять этих мер, то в принципе судебный процесс становится бессмысленным. Человек не получает того результата, то есть защиты своих прав в итоге. Последний вопрос. А денежные компенсации хотя бы, хотя бы денежные, они у нас в стране, как вы оцениваете их размер? Вы имеете в виду по репутационным искам? Ну, скажем так, если смотреть всю историю с момента, когда у нас, в общем-то, появился... Кратенько-кратенько. с момента, когда у нас появились вот эти более-менее современные нормы в Гражданском кодексе, то все-таки суммы компенсаций, они увеличиваются, становится больше решений в пользу пострадавшей страны. Суды начинают более творчески мыслить, и я думаю, что эта тенденция, она сохранится, будут увеличиваться суммы компенсации морального вреда. Елена, спасибо огромное. Я думаю, что и мне, и нашим слушателям было очень интересно. Мы обсуждали сегодня правовое регулирование блогов. Я напомню, что программа «Формула права» выходит в эфир каждый четверг с 11 до 12 часов. Слушайте Радио Финамо ФМ, возвращайтесь к нам в программу. Спасибо.